Теперь возвращаемся за океан. США два репортера погибли, когда делали репортаж о шторме Альберта. На автомобиле съемочной группы упало поваленное ветром дерево. Стихия постепенно теряет силу, Альберта уже относит к категории циклона. Но синоптики пока прогнозируют непогоду, а власти призывают людей быть осторожными. О последствиях шторма расскажет Елизавета Хромцова. Туда, откуда люди бегут, Майк Маккормик всегда отправлялся в числе первых. На местном кабельном телеканале журналист проработал больше 10 лет. В понедельник репортер вместе с фотокорреспондентом Аароном Смелсером отправился из Южной Каролины в соседний штат. Власти Северной Каролины ввели режим ЧП из-за прихода субтропического шторма Альберта. Съемочная группа уже начала работать над репортажем и собиралась сменить точку съемки, когда на ее внедорожник упало огромное дерево, поваленное ветром. Врачи некоторое время бороли за жизнь пострадавших, но позже оба мужчины скончались в больнице. Все сотрудники нашего телеканала скорбят. Мы семья. Первой всю мощь субтропического шторма на себе ощутила Куба. Из центральных провинций страны в безопасную зону эвакуировали 11 тысяч человек. Властям пришлось экстренно сливать запасы из водохранилища, чтобы избежать смертоносного наводнения. Несмотря на все старания спасателей, сотни домов серьезно пострадали. Затем Альберта пришел к берегам США. Мощные ливни и порывы ветра выше 20 метров в секунду заставили власти Северной Каролины, Теннесси и Джорджии вести режим чрезвычайного положения. Шторм задел и Флориду, в том числе курортную зону. Несмотря на угрозу и введение режима ЧП, туристы не спешат спасаться бегством. Думаю, мы останемся здесь. Мы сможем с этим справиться. Мы попробуем завтра выбраться отсюда и поедем домой. Посмотрим, как все будет складываться. Этой ночью Альберта потерял свою силу. Шторм сейчас ослаб до категории субтропической депрессии, то есть циклона самой низкой интенсивности. Несмотря на то, что скорость ветра в пределах циклона оценивают примерно в 5,5 метров в секунду, синоптики пока призывают оказавшихся в его зоне людей быть осторожными. В регионе по-прежнему возможны сильные дожди и порывы ветра. А местным властям надо быть готовым к ликвидации последствий разгула стихии. Какой ущерб Альберта нанес Соединенным Штатам и Кубе, пока посчитать невозможно. Елизавета Храмцова, Вести. Muchas gracias, Heriberto, por estos detalles.